Всем привет, с вами Габзор.ком и сегодня в центре внимания у нас видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Инспектор Хермос. Данный видеорегистратор, один из наших редакторов, использовал в течение нескольких недель И сегодня мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации Эта модель на официальном сайте доступна за 13500 рублей Стоимость может меняться, она актуальна на момент выхода обзора Ну а более подробная информация всегда доступна по ссылке в описании к этому видео Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, гарантийный талон, руководство пульса на русском языке, карт-ридер Собрано все в коробке из плотного картона с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам Выполнен в корпусе вытянутой формы, по габаритам немногим больше, чем привычный формат исполнения радар-детектора без видеорегистратора Внешнее исполнение аккуратное, в оформлении нет броских элементов Как итог, не привлекает внимание со стороны улицы На верхней грани, помимо кнопки включения, логотипа бренда и динамика, расположен паз под комплектный крепеж на стекле Это вакуумная присоска с прижимной ножкой, ставится и снимается с двигом Держится на стекле надежно Поддержит поворот вокруг оси и изменение угла наклона Выбранное положение вы можете дополнительно зафиксировать накатанной гайкой Напомню, что оптимальным местом установки будет верхняя зона лобового стекла И параллельное размещение относительно плоскости асфальта В таком случае достигается максимальная дальность детектирования радаров с активным излучением Гнездо питания у инспектор Хермес на правой грани Комплектный адаптер с током 12 вольт Тут же слот для карты памяти, формат microSD Мы тесты ввели с накопительным Transcend MicroSDXC 300S Тест у нас был на канале, тоже доступен по ссылке в описании к этому видео Этот объем позволял хранить беспрерывные записи в течение двух дней На сторону дороги направлен объектив, собранный из шести стеклянных линз С углом обзоров 130 градусов, диафрагма 2.0 Нанесено и фокрасное покрытие, оно уменьшает блики от солнца и от лобового стекла Эта сторона также занята лазерным приемником и входом рупорной антенны Расположенной под затемненным пластиком Изображение видеорегистраторы вводят на 2,4 дюймовый дисплей Несмотря на компактность, он информативный и позволяет в полной мере контролировать не только съемку Но и предупреждения по камерам и радарам Поддержится вывод звуковых и голосовых уведомлений Громкость информатора регулируется В отличии от премиального инспектор атлас, который у нас был на тестах и стоит практически в два раза дороже Тут настройка идет только через экран и с помощью встроенных кнопок Приложения на телефон нет Для удобства поиска нужной опции все настройки разделены на 4 вкладки Можно детально настроить радар-детектор Меню тут на русском языке, разобраться будет несложно Также настраивается съемка, тут и качество записи, и соотношение сторон, и цикл записи, экспозиция, штамп записи То есть настройка очень много, вы можете вникнуть и настроить под свои требования Настраивается и информатор, настраиваются и общие параметры системы Мы перед началом эксплуатации провели обновление базы данных и программного обеспечения Сам производитель выпускает базы еженедельно Обновлять же рекомендую примерно один раз в месяц Это вполне достаточно для того, чтобы поддержать ее актуальной Ну или например, если планируете длительную поездку, тоже можно будет зайти на сайт, загрузить и обновить Тут обновление проходит переносом скачанного файла на карту памяти После этого запускаете видеорегистратор, и база обновляется Это же касается и программного обеспечения Сигнатурные радар-детекторы требуют контроля со временем по программному обеспечению И там постепенно производитель добавляет новые камеры, и регистратор обучается их определять Сейчас уже включает большое количество камер, включая кордон, искру, скат, полиска, носкон, намату, бинар, лист и многие другие камеры Вся эта тоже подробная информация приведена в описании, и там же можно будет посмотреть Естественно, он нас детектирует во всех диапазонах, включая стрелку, кей, L диапазон По информатору здесь у нас тоже есть возможность регулировать, и данное устройство поддерживает вывод сразу по двум типам комплекса Например, вы едете на участке контроля автодория, или, например, на участке контроля выделенной полосы Вы привыкли, что здесь есть камера, и привыкли к тому, что есть вывод уведомлений Вы не переходите на выделенную полосу, но тут поставили треногу И чаще всего видеорегистраторы выводят только по одному из этих комплексов Соответственно, второй останется без внимания, здесь же по двум сразу Данные видеорегистраторы используются в городе Казани Мы отметим минимальное количество шумов, эффективно у нас фильтруется За время длительного тестирования не были получены штрафы редактором, то здесь в плане все в порядке По съемке ведет он разрешение Full HD, постоянный битрейт до 24, здесь у нас мегабитов Вы можете, соответственно, в настройках его откорректировать и по необходимости уменьшить Если, например, нужно увеличить интервалы и количество роликов, которые будут храниться на вашем накопителе Тут кодек H.264, расширение MP4, процессор Amborello A12, A20, матрица OmniVision 4689 И напомню, по ссылке есть текстовый обзор, там можно посмотреть более детально и ролики И по необходимости там же в текстовом обзоре отпишитесь, всегда мы публикуем исходники Эта информация никакая не секретная Вы можете посмотреть и сравнить, а заодно изучить, например, ту разницу, которая на YouTube обработке идет Мы же с вами с удовольствием отсутим инспектор Хермес Лайк, подписка приветствуется, пока-пока